Приветствую вас, друзья! С вами The Division. Сегодня у нас 1 июля. Поздравляю с серединой лета. Но, правда, в Москве, к сожалению, этого лета как не было, так и нет. Но это в Москве. Не забывайте, что каждое первое число выпадает в ящик у владельцев сезон пасса. Не забудьте его взять. Груз захвачен. Тем самым компенсируя вот этот урон. Стоит этот магазин 192 феникса. Но также посмотрите, возможно, что-то тут продается то, что у меня уже куплено. Переходим к его соседу, к другу по парте, наверное. Что касается оружия, которое он продает, оно очень неплохо. Начну я с освободителя. Обратите внимание, урон по броне противника 23%. Это топ. 24 видел всего один раз, поэтому я считаю всегда топом 23%. Это урон высокий. До топа, кстати, недалеко. По талантам мастерство. 7,5% крита. Точность и реакция. То есть, залей не хочу. Можно что-то тут переделать. Например, мастерство убрать. Но вообще даже и по талантам неплохой. То есть, вот этот освободитель, я бы назвал его предтоповым. Потому что немного проседает по урону. Ну и таланты такие спорные, но хорошие при этом. Стоит он 1300 фениксов. Переходим к дробашу. Это М870. Что касается по контузии. Высокое очень значение при топу, я бы сказал. Урон хороший. По талантам свирепость. Если вы играете в ПВЕ. 10% по элитным и именным. То есть, по желтым и боссам. Брутальность, соответственно. Из дробовика-то трудно промазать в голову. И превосходство меняете на какой-то другой талант. И тоже получается у вас отличный дробовик, на мой взгляд. Стоит 1248 фениксов. Дальше переходим к маске. Тень баньши. Не забывайте, это ПВПшный талант. Поэтому тут есть урон от критического попадания. Топ. В плане электроники точите на пулю. Скорее всего на пулю. И у вас получается отличная маска. Но единственное по броне. Высокое значение. Топовое, напоминаю, 1000А1. И завершаю я тут обзор у данного торговца. Перчатками отжиг. Во-первых, средняя броня. Но. Притоповое значение пули. Шанс критического попадания. Урон по броне противника. И лечение за убийство. Меняйте на какой-нибудь можно. Урон от критического попадания, например. У вас получаются отличные перчатки. Но если вам не нравится там. Или все устраивает вот в этом. А я имею ввиду в основных характеристиках. Берете, крафтите на батарейку. И у вас получается, еще раз говорю, неплохие перчатки отжиг. Стоит они 665 фениксов. Переходим к торговцу передовым оружием. Вам надо подняться из подвала на первый этаж справа. Тут продается действительно передовое оружие. По-другому я не назову. Этот клоун, наконец, оправдал свое название. Начну я с облегченной М4. Самая попсятина просто. Самая попсовая штурмовая винтовка в игре. Урон по броне противника топ. Что касается урона. Высокое значение. Чуть ниже, кстати, чем у освободителя. По талантам самосохранения отхилл за крит. Далее точность. Далее коварство. Ну, коварство опять спорный момент. То есть можно на какую-нибудь брутальность. У вас отхилл. Точность. И, допустим, выстрел в голову. Это получается высокого значения штурмовая винтовка. Радуйтесь. Она стоит лям 700. То есть купить ее вообще не проблема. Что касается углепластиковой М700. Она хороша. Почему? Урон у нее, конечно, не скажу, что фонтан. Но не скажу, что говно. То есть где-то в районе среднего высокого значения. Урон от выстрела в голову. Такое, знаете, высокое значение. Что касается талантов. Обратите внимание. Компетентность. То есть под импульсом, допустим, вы используете. И у вас увеличивается на 10%. Далее у нас идет отрава. Это ослепление. То есть тоже для снайперских винтовок. Особенно против ботов каких-то. Да и против людей неплохо. И сверху вниз стандартный ее талант. То есть это талант всех М700. Если вы стоите выше своего противника на метр с небольшим. То у вас урон увеличивается на 10%. То есть она по талантам неплоха. По урону от выстрела в голову неплоха. И по урону неплоха. То есть такая высокая винтовка. То есть высокое по значению. Если у вас нет нормальной снайперки. И вы искали углепластику. Пожалуйста. Лям 600 она ваша. Бегая по городу я наверное нарвался на распродажу. Потому что ничего нормального нет. Наверное летняя распродажа. Хотя в игре зима. А у нас лето. Наверное все таки летняя. Может осенняя. Хрен ее знает. Вот. Но забежав к левше я нашел топовые перчатки. А эти перчатки с пистолетом. То есть вам надо 3 шмотки щитовика. Вам нужны вот данные перчатки. Кобура Блиса. И например либо 200-200. Я имею ввиду рюкзак. Или там броню Баррета. Либо броню на бесстрашие. То есть ну как то так. В общем варьировать надо. Только 3. Да. Под 93 р. Так вот. Почему они топовые. Броня без 7 топ. Без 7 топ. Ребят. Что касается переточки. То есть можете на батарейку. Либо там на пулю. Да. Кто как. Если какой то такой агрессивный щитовик. То на пулю например. Вот. Далее. Решительность у нас талант имеет. Именно под пистолет. И основные характеристики. Урон от критического попадания. Урон по броне противника. И шанс критического попадания. То есть у нас получаются просто шикарные перчатки. Ребят. Шикарные. Я могу по пальцам перечесть. Случай. Когда я видел такие перчатки. Понимаете. То есть если они вам даже не нужны. Купите на всякий случай. Пусть лежат. Такие перчатки. Притом стоят они обычную валюту 800. 890 тысяч. Просто нужны. На всякий случай. Вдруг пригодятся. Город сегодня крайне порадовал. Крайне просто. Кроме перчаток ничего вообще. Наверное все таки распродажа началась. Так вот. Сейчас я нахожусь в КПП. Темной зоны 1. Центральная КПП. Тут продается охотничья М44. Чем же хорошо. Я поставил именно свою классическую М44. И охотничью. Обратите внимание. Урон от выстрела в голову 167%. Как и у меня. Урон 140 тысяч. У меня 141 тысяча. Далее пошли. По талантам. Таланты у нас идет на крит. Мастерство. Далее. На пагубность. Вызов кровотечения. На искусность. На какую-нибудь брутальность меняйте. У вас получается отличная винтовка. Да. Понятное дело. Что по моему. Если сравнить с моей. То у меня таланты лучше. Но вообще М44 нормальную. Даже скрафтить трудно. Не то что найти. Поэтому если у вас есть желание купить себе хорошую М44. По урону она немного лишь уступает. Но и по талантам чуть-чуть. Ну вот. То идите в Центральная КПП. Темная зона 1. Готовьте 416 тысяч. Она их стоит. И покупайте. Продолжаем гулять по темной зоне. Наслаждаться зараженным воздухом. И лицезреть трупы. Это темная зона 2. Левая КПП. Тут продается отличный камень. 266 батарейка. В топе 267. Ребята. Это топовое практически значение. Сила навыков в топе 3300. Но тут 370. Тоже неплохо на самом деле. То есть если у вас нету нормальной батарейки. Даже нету хорошей батарейки. Вот эта хорошая батарейка вам очень поможет. Притом стоит она 21 тысячу валюты темной зоны. Купите. Пригодится. Мы находимся в церкви. Не забудьте как всегда свечку поставить. Обязательно. Заметил две вещи. Во-первых в темной зоне дурдом какой-то творится. Там постоянно убийства. Просто постоянно. И второе. Параллельно вижу как Арбай делает свой обзор. Достаточно забавно. Так вот. Что же тут продается. Тут продается неплохая кобура тень банча. Но. Броня тут низкое значение. Имейте ввиду. Основная характеристика тоже. Я имею ввиду. По значению слабовато. Но здоровье пригодится. Вот. Что касается основных характеристик. 1257 у нас крест. 1234 электроника. А вот пулю точьте до топа. До 1272. И у вас получается именно неплохая кобура. Стоит она 194 тысячи валюты темной зоны. Продолжаем гулять по зараженному городу. Наслаждаться унылыми видами. Тут темная зона 8. Торговец с особыми товарами. Продает рюкзак опытного стратега. Кстати хороший рюкзак. Броня у нас практически топ. Что касается силы навыков. Ну. Высокое значение. Основная характеристика второстепенная. Так себе. Сопротивление заморозки. И батарейку точьте в топ. Вот у вас получается отличный рюкзак стратега. Стоит он 277 тысяч валюты темной зоны. И завершая свой обзор. В самой мрачной темной зоне. Это 9. Торговец с особыми товарами. Он продает хорошую кобуру боевика. Почему хорошую? Броня тут высокая. Батарейка высокая. Что касается креста. Предтоповая уже. Пулю точим в топ. И основная характеристика у нас без полпроцента топ. То есть отличная на самом деле кобура. Да. Не топовая. Но. Так скажем. Высокая. Вот. Стоит она 194 тысячи валюты темной зоны. Вообще. Неделя хорошая. Есть что выбрать. Да. Немного где что продается. Но при этом есть что выбрать. Обычно очень много что продается. Но выбрать толком нечего. Вот. На этом у меня все. Спасибо что смотрели. Подписываемся на группу. Подписываемся на канал. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.